Так, все ли жители этого города превратились обратно в людей и зомби или нет? Давай проверим Катюху в первую очередь. Катюха? Ка... Кать? КАТЬ! Нет, 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 нет! Только... КАТЬ! Только не говорите, пожалуйста, то, что она сознание потеряла! Или вообще умер... Не дай бог умерла! Так, надо её притащить ко мне в укромное месечко. Дома Аид, поэтому нужно её притащить прямо сейчас в рестор... В рестор... Да... КАТЬ! Пошли, пошли! Катюх, извини меня, пожалуйста, но я должен был цепи нацепить. Ради своей безопасности! Ты ещё зелёная, ты ещё можешь обратно превратиться в зомбаря. Я буду стоять здесь и буду ждать, пока ты станешь обратно нормальным человеком. Или если не станешь, то мне придётся тебя... Убить. Костя! Костя! Костя уже стал нормальным человеком. Ну, как нормальным? Он до зомби-апокалипса дебилом был на самом деле. Он вообще не человек! Я ему будку там построил, он на крыше в минус 30 сидел и отмораживал себе одно местечко! После зомби-апокалипса, мне кажется, он вообще с катушек слетел 100%. Костя! Ручаешься за этого человека своей башкой! Чтобы она никуда не пропала. Сиди здесь днями и ночами и смотри... А почему ты сюда залез? Здесь вообще-то тарелки, здесь люди будут есть, а ты... Пяткой своей вот тарелку мне протираешь. Ну, ладно. Человек был дебилом, так и остался дебилом! Надеюсь, что Катюха справится. Я пошёл дальше искать жителей этого города и смотреть, справились ли они с зомби-апокалипсами или нет. Кость, Кость, ты башку здесь чего-то съел, а? Убери хотя бы здесь! Я понимаю, что ты недавно зомбарём был, ну уберись хотя бы! Ох, как же у нас много дел. В первую очередь нужно найти всех жителей города ютуберов и убедиться в том, что с каждым всё нормально. С каждым, кто проживал здесь, всё стало хорошо и он обратно превратился в человека. Если же он не превратился обратно в человека, неважно, это был Михалыч, неважно, это бомжара, баба Зина, Геннадий Петрович, контрабандюганы, да даже Катя, неважно. В любом случае нам нужно будет с ними покончить, дабы не заразить остальных других людей. В первую очередь я сейчас хочу разобраться с Аидом, потому что когда я вернулся, когда я хотел его оживить, уже было так, что он, к сожалению, валялся без сознания или вдруг даже мёртвым. Я не знаю, что с ним произошло, как раз именно сейчас нам предстоит это выяснить. Почему здесь кровь? Перчик? Перчик! Ты случайно не слышал, что там было на втором этаже? Там были какие-то странные звуки, там было типа... Или, возможно, он уже начал разговаривать как человек, или, возможно, он всё же умер. Ну, смотри, если он тебя не съел, значит, мне кажется, он жив. Поэтому хотя бы какие-то хорошие новости у нас есть. Перчик, держи за меня кулаки. Мы прямо сейчас все вместе посмотрим, что произошло с Аидом. Жалко у меня патрон... А у меня есть патроны на всякий случай, потому что прикол в том, что у меня нет больше патронов. Всё, что у меня... А, нет, подожди, на... Вот, на эту пуколку у меня ещё остались патроны, на всё остальное, на калаш, на пистолет, у меня ноль патронов. Мы всё с вами израсходовали. Поэтому прямо сейчас забегаем в комнату и смотрим, что же произошло с Аидом. Или он реально мёртв, или он обратно стал зомби, или всё же стал человеком. Раз. Два. ТРИС! АААА! Кровь? Кровь? Чё за... Кровь? Подождите, я только сейчас заметил. Кровь. А где... А где Аид? С... Смысл? В предыдущей серии мы зашли в комнату, и он валялся здесь трупаком. Сейчас я зашёл... Подожди, или меня плющит, или я не знаю, что происходит. Вот в этой серии подсказка на неё сейчас появится над моей башкой. Посмотри её обязательно, потому что мы должны выяснить, что же случилось с Аидом. Готов? Смотри, пожалуйста, прямо сейчас. И после её просмотра возвращайся на эту серию. Он валялся здесь трупом. Сейчас его здесь нет. Так, подождите. Кровь здесь. Кровь здесь. Перчик, ты точно ничего не видел? Собака слепошарая. Зачем ты... Кто... Нормальные собаки охраняют дом, и нормальные собаки, как только чувствуют угрозу, не лаят. Этот крендел сидит просто днями и ночами, пялится на вот эту косточку. Вообще без разницы, тут человек кровью истекал. Перчик. Ладно. Ладно. Кровь здесь. Кровь здесь. Куда до... Кровь. 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 Мне кажется, мы наткнулись на след Аида. Если мы сейчас пойдём по этой крови, то мы сможем найти, куда он убежал. Да ещё кто-то... Да подожди... Я ничего не понимаю. Чё с вами не работает? Это зелье или что? О, Арсений Гончик. Ну, хотя бы. Хотя бы ты... Так я буду надеяться, что вторая попытка всё же срап... Ах ты, смотри. Не Баба Зина, не Геннадий Петрович. Вообще без разницы, а? Подошли сюда. Если с первого раза не получилось, мне кажется, что со второго раза 100% должно получиться. Уйдите, пожалуйста, Геннадий Петрович. Я понимаю то, что вы слишком старенький. То, что вы в день фигачите, наверное, по килограмму каких-то антибиотиков. Ну, как бы. Старость и радость, молодость, гадость. Везде есть минусы, везде есть плюсы. С первого раза не получилось их превратить в нормальных людей. Арсений Гончик, я не знаю, честно, что с ним. Посмотрим в следующей серии. Кровушка уходит вот сюда. Я... да. Так, дальше. Дальше вот здесь. Слушайте, мы идём по следу. Мне немножко ссыкотно. Так, вот честно. У меня аж язык заплетается. Я не знаю, какие у нас могут быть предположения. Подождите, а куда она уходит? Или она наверх куда-то уходит, или она куда-то вот туда в сторону уходит? Давайте заберёмся повыше и посмотрим. Есть два предположения. Или всё же Аид остался с зомбарём, так же, как Арсений Гончик, так же, как баба Зина Геннадий Петрович, и у него просто кровотечение. Или всё же Аид превратился обратно в хорошего человека, нормального человека-ютубера, и сейчас он ранен. Ему также срочно нужно помочь. Слушайте, я не знаю, куда кровь уходит. Возможно, нам нужно перебраться туда на другой берег и посмотреть, всё ли там нормально. Корова, смотри! Без парашюта смертельный трюк. Едрик колотик 360! Ну, учитывая, что Арсений Гончик как бы без сознания, я в прошлой серии, ну, немножко взял покататься его машину. Мне кажется, я прям сейчас могу взять его машину. Арсений Гончик, я всё верну, подожди, задний ход, задний ход. Сдал назад, всё нормально, Эдисон уже нормально, машину водит. Пое, подождите, кролятина! Ой, ой, так, ща, 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 надо просто перчика покормить. Эд, ой, мне кажется, правую фару я уже выбил ему. Кролятина! Опа! Опа! Да стой ты на месте! Всё? Нет, нет. Слушайте, я не могу... Да стой на месте, кр... Ёшкин! Опа, вот всё нормально. Накормим... Накормим перчика в этой серии. Погнали дальше! Так, здесь будет где-то дорога, я просто не знаю. Нам нужно вот в эту сторону ехать. Вот, скорее всего, вот туда, на... Подождите, я всё правильно... Ой. А... Ща, ща, нифига себе, выехали! Так, дальше, в эту сторону. Я надеюсь, что я смогу всё же здесь что-то найти. Если да, это будет... Оп, 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 так, припрок... О, всё, припаркуемся вот здесь. А, ну, Эдисон, мастер парков... Настоящий мастер парковки. Мне... Мне нужно будет потом вернуть эту машину, в любом случае, Арсению Гонщику. А то, если нет, то он никогда не продаст её. Поэтому оставим её здесь, потом сюда вернёмся. Так! Дальше, кровь. Слушайте, насколько далеко мне нужно отбежать от города? Мне на самом деле уже стрёмно. Давайте я на всякий случай надену бронежилет, который выпал из мужа Дедугана, Бабы Гали, который затеял этот зомби-апокалипсис. Кровь идёт сюда. Дальше. Место... Ёханый Бабай! Кровь здесь, кровь здесь, здесь и здесь. И здесь здань... Какое-то здание за городом. Это не есть хорошо на самом деле, потому что я не знаю, чего ждать. Там или мёртвый Аид, или Аид-зомби, или всё же Аид-человек. Патроны. Три патрона. Дымовуха. Может, я всё же смогу там увидеть что-то в окне? Кровь. А здесь что в окне смогу увидеть? А здесь ничего. Ребят! После того, как я открою эту дверь, я или умру, или мне придётся убить Аида? Или всё же я обрадую, что он человек? Давайте на счёт три. Раз. Два. Три. Демастер. Убери ствол! Убери ствол! Я хотел вернуть тебе золотую кнопку. Аид жив. Аид жив. Демастер Ну здорово Вот и настало время нашей встречи Я ее долго ждал Ты конечно засранец Что украл мою золотую кнопку И я уже хотел тебя грохнуть Но учитывая что ты спас моего друга Оставь ее себе Ты сделал хороший поступок Мы в расчете ДА ЛАДНО Пацаны ЛАДНО 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 Я БОЛЬШЕ ВАСИ ПОТРЕВОЖУ Че щас Произошло то а ХАХАХА ЛАДНО 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 Редактор субтитров